Новый или незабытый старый президент? Теперь главное не забыть пароль. Банки довольно хорошо сейчас оптимизируют свои антифрод-решения, то есть контролируют всякие криминальные списания и оперативно их блокируют. Я честный, я оплатил проезд. Мёртвые души 21 века. Этим достаточно часто пользуются мошенники, которые проводят масштабную агитацию на противоправные действия через популярный Телеграм, Ютуб-каналы. Ведутся трансляции достаточно открыты, то есть никого не боясь, не скрываясь. Птички-синички, прилетайте! Всем привет! В эфире Универ-Ньюз, а в студии Галия Гельфанова. Екатерина Масарова, педагог IT-лицея Казанского федерального университета, стала призёром городского этапа конкурса «Учитель года России» в номинации «Учитель-предметник». Впервые в истории на роль главы Китайской народной республики на третий срок был избран Си Цзи Пин. Единогласные решения накануне приняли депутаты Всекитайского собрания народных представителей. Подробности расскажем далее в сюжете. Впервые в истории Китайской народной республики на третий срок подряд главой государства был переизбран Си Цзинь Пин. Решение было принято единогласно Всекитайским собраниям народных представителей. Переизбрание Си Цзинь Пиня, оно, скорее всего, никак не изменит общий вектор развития российско-китайских отношений, потому что они были сформированы ещё когда Си Цзинь Пинь пришёл только на первый срок. Уже тогда были выстроены достаточно доверительные рабочие отношения с руководством Российской Федерации. В принципе, на протяжении всех последующих лет руководства Си Цзинь Пинем это, так сказать, дружественное отношение, они сохранялись, развивались. В 2018 году, в момент, когда Си Цзинь Пин заступал на второй срок своего правления, в Конституцию были внесены правки о том, что ограничения на сроки правления теперь отсутствуют. По сечению пяти лет данное изменение позволило ему вновь участвовать в избирательной программе. По результатам голосования Си Цзинь Пинь был переизбран единогласно. Ну, нужно отметить, что внешнеполитический курс Китая, он, в принципе, развивается поступательно, логично, вот, и этому, конечно, способствует то, что у власти уже, вот, как мы с вами понимаем, длительное время находится один и тот же руководитель, Си Цзинь Пинь, который видит, наверное, чётко и ясно те приоритеты во внешней политике Китая, которые, так сказать, приносят пользу. И нужно сказать, что действительно этот курс, он для Китайской народной республики оказался очень выигрышным. На данный момент у России и Китая довольно дружеские и доверительные рабочие отношения. Стоит отметить, что выстраивались они с 2013 года, именно с момента начала правления Си Цзинь Пина. Сбербанк запустил обновление по лимитам на банковских картах. Что за нововведение и удобно ли оно, расскажет наш корреспондент Анастасия Упаева. На сегодняшний день сложно представить мир, в котором не используется безналичная система платежей. Почти у каждого второго есть банковская карта, с помощью которой делают различные покупки. Безусловно, это стало очень удобно, так как банковские карты, а также смарт-устройства позволяют быстро произвести оплату без использования пароля. Но, как правило, на картах существует лимит, установленный банком, что не всегда удобно, так как пароль легко теряется или забывается. Сбербанк с начала 2023 года начал тестировать систему увеличения лимита для карточной оплаты, по которой можно проводить платежи без участия ПИН-кода. Увеличение лимита, на мой взгляд, это довольно-таки правильно. Сейчас люди привыкли и больше беспокоятся, и знают о цифровой гигиене, о том, как и где обращаться с картами. Поэтому я только приветствую. Напомним, что лимит составляет одну тысячу рублей. При покупке меньшей стоимости не требовался пароль. Теперь сумма покупки должна быть не больше двух тысяч рублей. Увеличение лимита на банковских картах несомненно сделает жизнь людей удобнее. Представители Сбербанка утверждают, что сохранится прежний уровень безопасности при проведении платежных операций. Но насколько это действительно безопасно? Банки довольно-таки хорошо сейчас оптимизируют свои антифрод-решения, то есть контролируют всякие вот такие криминальные списания и оперативно их блокируют. Юристы отмечают, что даже случайно найденная карта и проведенная по ней транзакция повлечет уголовную ответственность. Не каждый гражданин, нашедший карту держателя денежных средств, осознает, что, используя денежные средства с найденной карты, может быть привлечен к уголовной ответственности, в частности, по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Тем не менее, данное нововведение находится в тестовом режиме. Как оно будет работать и какой лимит в итоге оставят, покажет время. Анастасия Упаева, Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз. В Казани приступили к установке системы бескондукторной оплаты проезда. Как это будет происходить и какое влияние окажет на жители города, расскажет наш корреспондент. У жителей Казани появится возможность оплачивать проезд в общественном транспорте в стационарном валидатор. Пассажирам, оплачивающим проезд безналичным способом, необходимо будет приложить транспортную или банковскую карту к системе. Тем, кто пользуется наличными денежными средствами, рекомендуется воспользоваться первой дверью и оплатить проезд у водителя на остановке. Насколько сработает проверка на честность жителей Казани? Я думаю, что это будет смешанный вариант. На конечной остановке будут проверки, сам водитель будет проверять. Раньше так и было, кондукторов не было, но контроль был. Поэтому рассчитывать на какую-то халяву, вот у нас такая психология, ожидание такая, конечно, не придется, контроль будет. Кондукторам придется искать новое место работы. В 9 единицах общественный транспорт установит более современную и отказоустойчивую систему. Устройство легко крепится внутри салона, не занимает много места. Плата проходит за несколько секунд. Впервые бескондукторная система в Казани появилась в ноябре 2020 года. Ее начали тестировать на трамвайных маршрутах номер 5 и 5А. С августа 2021-го систему ввели в троллейбусе номер 2. Бесконтактная система оплаты проезда шагает по стране. Первый ее в виде эксперимента начала водить Москва. Там же данная модернизация закрепилась. Почему это начинается? Видимо, потому что кондуктора, это затратно для этих фирм сейчас каких-то пор. Это говорит об экономическом положении, скорее всего. Каза система оплаты поможет сократить число кондукторов на маршрутах. Плата проезда, как старые добрые времена компостеров, встанут проверять контролера, которые лишь во время от времени будут проводить рейды. Дарья Деменкова, Адалина Абрахманова, Универньюз. Мертвые души в 21 веке. Мошенничество в рамках программы «Пушкинская карта» достигли своего предела. Подробности выяснил наш корреспондент Виктория Нагина. Пушкинская карта стала для молодежи пропуском в мир культуры. Однако не все стремятся посещать музеи и художественные выставки. Мошенники находят способ списать деньги со счета и использовать их в иных целях. Одна из самых известных схем на данный момент – создание вымышленного мероприятия и мнимых списков участников проекта. Фактически это было обналичивание денежных средств. Залы были пустые. Никто из школьников на данный спектакль не ходил. А вот организаторы данного театра благополучно отчитывались об освоении данных денежных средств. То есть фактически в действиях данных организаторов присутствовали признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159 со значком 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Накануне мошенниками было совершено хищение более 100 миллионов рублей. Следственный комитет Российской Федерации расследует дело. Подобного рода аферы могут негативно повлиять на принятие решения о продлении программы. Речь идет о так называемом инфо-цыганстве. То есть подросток подписывается на канал. Разумеется, на данном канале присутствует определенная реклама от спонсоров. В эти каналы попадают десятки, сотни, тысяч школьников, студентов, которые мечтают получить в свое распоряжение как раз пушкинские карты. Ну и на данных нерадивых школьников и студентах, к сожалению, достаточно часто мошенники зарабатывают достаточно неплохие деньги. Напомним, что пушкинская карта – программа культурного просвещения молодежи от 14 до 22 лет, которая позволяет посещать музеи, театры и другие учреждения культуры за счет государственного бюджета. Виктория Нагина, Маргарита Михайлова, Универньюс. Профессор КФУ рассказал о первом возвращении перелетных птиц. Подробнее узнаете в сюжете. Возвращение грачей порадовало жителей Казани. Заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Ахимов объяснил, что активное поведение грачей гарантирует казанцам наступление теплого времени года. Многие уверены в том, что птицы начинают миграцию из-за холода. Ситуация становится яснее, если внимательнее присмотреться к рациону перелетных птиц и их улетающих собратьев. Зимовку с легкостью переносят всеядные птицы, которые находят себе пропитание в любой сезон, особенно вблизи с человеком. Насекомоядные птицы вынуждены улетать из-за нехватки пищи. Перелет связан не от того, что птица мёрзла, а связан с тем, что у птиц нет корма. Ну, вы вспомните, чем питаются все врановые. То есть они подъедают, подбирая всё, что, так сказать, попадает на глаза, на наших мусорках, свалках и так далее. Вот зимующие грачи, которые не улетают, так, они, собственно, вместе с воронами и галками так и питаются. А вот прилетные грачи, соответственно, вот они уже вернулись и сейчас, естественно, они вот в этих условиях, пока ещё снежный покров, пока ещё не обнажилась, скажем так, земля, где не могли бы что бы найти, они также промышляют вот по этим свалкам, мусоркам и так далее. Так что сейчас только они могут себя, скажем так, поддержать. Вслед за грачами, когда сойдут холода, к нам прилетят жаворонки. Потом горожанам стоит ждать зябликов, скворцов и зеленушек. Всего будет несколько волн. Первая волна перелёта связана с возвращением грачей, и вторая волна чаще всего происходит в последние дни марта. Прилетают дикие голуби, скворцы, первые полевые жаворонки в парках и по опушкам начинают петь зяблики. Весенняя миграция заканчивается с прилётом овсянки Дубравника в конце мая. Арина Мурашкина, Аделина Абдрахманова, Универньюз. На этом всё. В студии была Галия Гельфанова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова